доброе утро леди и джентльмены время 6 утра люблю это время еще весь и даже солнышко не выглянуло день только начинается весь день еще впереди и мы просыпаемся проснулись вернее ну что последний понедельник лето 2021 30 или такой 29 или 30 сегодня уже сколько нам осталось два дня по моему да сегодня 30 30 сентября километров 10 от челябинской объездной сторону кургана будем выдвигаться сейчас вот так ничего тут нормально асфальт вот единственное что здесь нет интернета от слова совсем во всяком случае моей мегавони может быть что-то другое тут и работает мегавонь отказывается работать напрочь будем двигать сейчас умываемся и вперед туристы моряки кто домой кто еще на бархатный сезон на моря правильно дело нужно так что у нас по машине все хорошо вроде обошел тут у 186 ханты мансийские не буду смущать их съемкой куда едут неизвестно это не важно будем пробовать пол седьмого по итогу понедельник день тяжелый поедем с таким расчетом чтобы приехать но мне до него 230 километров до кургана но это до города до сервиса ближе так чтоб часов девять начало десятого туда уже прибыть мы хоть и записаны на 12 часов дня всего ну думаю может если я приеду раньше может нас возьмут в работу раньше не хочется время терять потому что тут еще кое-какие дела запланированы об этом позже раньше времени говорить не буду ту мало ли что нибудь где-нибудь сорвется и не получится ну и плюс да кстати эту стоянку вычеркиваем из списка от слова совсем потому что интернета здесь нет мега вонь тут вообще не работает даже мессенджеры там 15 минут надо чтобы в телеге там сообщение улетел или ватсапе никс год вот 227 до кургана ну нам ближе нам километров 200 наверно 210 ориентировочно вот ну в среду так ну конечно дата такая не окончательная не стопроцентная ну как бы в среду новосибирске по планам выкинуть эти матрасы хочется поэтому как бы есть небольшая надежда что там не будут они очень сильно перегружены и все-таки они возьмут нас работу не в 12 а пусть что в 10 все же два часа так что нам будет делать нам поставят новые пыльники с правой стороны на суппорт ведущей оси потому что наши там пришли в негодность когда меняли колодки пыльников наличие у них не было ну как бы они пообещали что заведутся ими когда меняли колодки сказали договорились я не менял меня это делали договорились что будем ехать пыльники будут ждать заедут за этим поменяем и поменяем ремень применя что ролики тоже меняли здесь же правда я не знаю почему сразу не поменяли и ремень обычно ну насколько я знаю может конечно могу ошибаться но если меняются ролики тоже соответственно надо поменять и ремень четыреста тридцать почти семь тысяч уже ремень прошел в любом случае его уже надо поменять тем более вы его снимали поставьте новую зачем стоит старый не знаю чем была мотивирована но факт остается фактом сейчас в домодедово сказали у вас ремень подгулявший начальство что-то было подумала что там нам его уже меняли оказывается нам его не меняли короче заезжаем мы вот по двум вопросам ремень и пыльники ну по идее работа это немного делов то там если по по всем норма часа может часа на два вот поэтому и хочется приехать как можно раньше а вдруг возьмутся и как можно раньше нас отпустить чтоб мы еще могли сегодня куда-нибудь поработать но пока все вот видите солнышко в ночи уже прохладные сейчас например 6 градусов тепла только надо вот еще в омске будем пробовать опять с автономкой заезжать если там не сделаем надо что-то думать либо эту новую покупать либо в сухой фен ставить чего не хотелось бы потому что ну вот допустим еще как бы спать то нормально а вот уже с под одеяло выползать как бы можно было бы автономочку и включить но не сейчас например еще там 6 градусов 5-6 градусов еще терпимо вот а если уже будет до нуля опускаться а это чё элементарно ватсон хоть еще и август в этих краях и дальше туда тучу ночь уже могут быть довольно таки прохладные поэтому надо с автономкой вопрос решать я думаю мы этот запрос в рейсе в этом закроем начальство мерзнут нам ночью и ночью зимой осенью зимой не позволит а кто нас бережет как и мы его стараемся такое начальство надо беречь рвем когти в курган 10 час 15 минут все вот мы и приехали это тут только я ни разу не заезжал к нему ты как заезд через стоянку с здрасте курган почти до кольца со стеллой курганской отсюда 10 километров еще все это хорошо как вот сюда наверно налево на на жизнь разрыв есть сирские ворота туда точно через стоянку бурганска на официальный делится оттаскания душ туалет гостиница в бане есть сибирские ворота да когда-то помню это только начинали далеко ездить с казахстана выходишь все сибирские ворота и дом считался когда-то на алмаду съездить казалось и у моего это же какая дальта и положить сейчас и хотелось бы съездить еще тут пока никак не получается это чтобы хотелось бы хочется так паркинг для парковки автомобилей клиентов сервисного центра не пугай меня так куваешь маркинг для парковки автомобилей сервисного центра scania значит нам сюда задом надо затолкать пойдем оформляться а вдруг заберу час пораньше бывает же тоже чудеса иногда вот опять надо полностью кабину освобождать ремень будут менять значит вот кабину подымать надо все шумоданы доставать ну и изменение машинка течка на тракторе меня напугал изменение машинка серьезно такое вот этот пойдем сходим оказывается мы даже не на 12 записаны часа на три на четыре сказали что может быть если получится свистнут и раньше позовут похоже мы сегодня день тут потеряем сейчас разцепимся все приготовим чтобы можно было по первой же команде выехать но видите как матрасики рад тут чуть-чуть торчит там чуть-чуть на это мелочи это все фигня да вот так вот день мы сегодня чувствую потеряем я думаю что наверное в среду мы не разгрузимся если мы сегодня здесь день оставим это среды есть только после обеда может быть это не факт амберико что расцепляемся будем ждать еще другого варианта у нас нет даже фонтанчик есть так весьма тут интересно у них сибирские ворота покой 1995 год ладненько пойдем посмотрим походим погуляем какие-то актекс 15190 а вот еще какие-то 190 о ком вообще ни о чем 190 этого мало это 225 чешские какие-то пятка и варта стоит 180 в магазине шеф дал команду аккумулятора посмотреть ой да классный уже снимал шикарно аппарата просто огонь просто огонь тоже так интересно тут у них под старину сделано фонтанчик туда нельзя заходить не наверное можно эти беседочки типа вот можно здесь пойти покушать не так неплохо уютненько даже этот может тут еще кто-нибудь и плавает внутри какой-нибудь рыб рыб ты есть тут я пока не вижу рыб в общем шеф сказал сходи посмотри аккумы какие есть надо с аккумуляторами что-то думать о класс в общем это гелевые то они дорогие наверное рублей 70 один аккумулятор гелевый получается два аккумулятора 140 тысяч ну так пример здесь получается два аккумулятора если вот в скане 230 шведские 27 тысяч получается один аккумулятор 28 почти 56 тысяч два так это мы три аккумулятора можем купить а в этом ну эти которые я тут в магазине вы видели это вообще ни о чем 190 там потом какие-то там артекс 225 это что там за аккумулятор не знаю начальство виднее что будет думать мне кажется что надо брать вот эти сканевские шведские во-первых они какая-то гарантия есть по-любому по-любому год наверное если не больше и с ними ездить начальство проснется мы с ними этот вопрос с ним этот вопрос обсудим может аккумуляторы сегодня купим не знаю но надо брать потому что я вот 9 часов просыпаюсь у меня аккумуляторы 23 22 и 8 даже это без автономки без ничего с ноутбук право подключен так что ждем сейчас отмашку дадут начальство проснется и тогда будем что-то решать но то что день мы сегодня потратим здесь это однозначно я так интересно тут сделано молодцы спешить некуда сказали в лучшем случае в лучшем случае позовут меня часа через три это это в час дня так мы записаны как на 3 на 4 никуда не тороплюсь можно спокойно ходить любоваться красотой еще бы какого нету тут рыбок да я не вижу может они там где-нибудь на донышке плавают я не вижу никакого о какой броневик приехал о это да на мойку что ли вот это аппарат вранглер вот эта тачка вот это я понимаю 20 минут четвертого только-только только вот нас зовут да обидно я рассчитывал что я уеду отсюда намного раньше вот так целый день у нас получается ну что 20 минут четвертого наши вещички под прицепом в пятых боксах машинка стоит а мы пойдем холодильник говорил что здесь на 300 рублей можно сходить покушать за уральский тракт вот дают вот такую карту а 300 рублей можно сходить покушать раз можно пойдем сходим чего не воспользоваться правда когда ты тут обслуживаешься пойдем за одно время то уже как раз можно и пообедать что-нибудь ну к вечеру сказали уедем в принципе делов-то немного я думаю что за пару часов сделают можно даже часам к семи отпустить от нас вот такой вот у нас будет скромненький обед пойдем на качельках побалдеем немного сова тут красивая что я в прошлый раз не заметил лица какой-то скорее всего не сова даже филин прости симпатичный такой брата глаз один потерял наверно битве с кем-нибудь что я переборщил с обедом на 450 рублей наврал брат 300 рублей вот скане компенсирует что первое и второе и салат что чуть втоптал вот что я тут увижу кто-нибудь плавает или нет наверное не увижу наверное здесь рыбы нет я так думаю в общем ждем когда нас свистнут и мы пойдем заберем машину и наконец-то куда-нибудь поедем как-то ничего удобненько погодка шепчет можно и покреповать правда что надо ловить моменты радости в любое в любое время в любой ситуации как-то Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Субтитель М���логан Субтитры сделал DimaTorzok Добык-то Дорог chickens Субтитры сделал DimaTorzok Они будут 관련. Куда находит? Пока мы седем? Вот уряд. Или находит? Ребята можно надеть? Не зажимает. Ну и бегает. Ладно, не считаем. Хотя, почему не считаем. Суббот, воскресенье, в понедельник. Кургану доехал. Ага. Вот. Еще в Омске надо заезжать с автономкой. Чтобы посмотрели. Если там не получится у кого-нибудь что-нибудь там снять, химичить. Вычистить там еще что-то, что-то. Я не знаю, что это. Но там, скорее всего, все-таки там, ну, с котлом какие-то проблемы опять. Либо ему уже совсем хана, либо ему еще не совсем, но уже хана. Поэтому не знаю. Но то, что мы в среду уже не выгрузимся, матраса не разгрузим, это факт. Который необходимо признать. Значит, что матрасы планируем на четверг. Завтра вторник. Куда сегодня поедем? Поедем к корешу моему. К Андрюхе, мы уже давно не заезжали. Тысячу раз мимо проезжали. Который в Петухово живет. Я уже до Рыбы. Чтобы начальство разрешение получил. Начальство сдало добро. Чтобы, получается, у него переночуем. Мне до него ехать 186 километров отсюда. Говорит, срочно, где-то к 11 часам будем на месте. Вот. Там переночуем. Завтра до Омска. Доехать. В принципе, да, до Омска. Да, это если не сильно поздно будет. С автономкой вопрос закрыт. Закрыт четверг. В среду, вернее. И уже в среду до Новосибы. Потому что в четверг, в Новосибе, надо выкруститься. Короче, вот видите. То туда, то сюда. Время не теряется. Жесть, сколько много. Казалось бы, уже можно на задней передаче было доехать. Теперь уже надо и повышенную включать. Все равно эти вещи делать надо. Видите, мы когда меняли колодки, пупыдники они повреждены. Хлопами. Надо менять. Их не было в наличии. Вот мы уехали. Без них ездить не будешь. Они защищают диск. Все эти дела по этому. И меня не ставить их нельзя. Пробишь. На большие деньги проблемно делать можно. Поэтому, ну, что делать? Потихоньку. Не то, чтобы сыпется. Нет, насчет сыпется. Тут даже пока речи не идет. Но уже мелочевки. Вот сейчас шланги подсоединял. Уже вот к прицепу. Уже груша шипит. Уже и так, и так, и так, и так. Ну, вроде установил. Вроде не шипит. Но уже, это с бабушки там с десятой. То есть уже надо эти вещи менять. Ну, все ж, все ж не вечно. Все ж постепенно начинает ломаться. Но это мелочевки понятные. Надо глобальных, чтобы когда глобальных ничего не произошло. На обратный путь и сюда будем ехать. Опять сюда будем заезжать. Будем менять передние колонки. То есть у нас получается по ходовой не поменены только вот перед. Сейчас там по 33-36%. Поменяем. И вот с этим, со шкорнем. Сейчас болтанки нет. Потому что вот мы делали трое. Набили эти. Короче, их там можно регулировать. И там в каком-то допуске, если там люфт есть, то его можно регулировать, не меняя шкорник. Вот, ребята, здесь на сервисе сказали, они нам это сделают. Вообще, какое-то приятное впечатление, то, что вот этот сканер Курганска наставил. Оставляет такой. Нормально. То есть вот позвали там вот этот, это, это. Потому что когда вот датчик доставали, датчик колодок, износа колодок, он там подкис. Говорит, можем повредить. Вставайте, что правда достали нормально. Ну, чтобы сразу ставят в известность. А не то, что там вытащили, сломали и все. Еще, извините, датчик сломали, а еще и датчиков в наличии нет. Ну так, я сюда первый раз заезжал, мне понравилось. В общем-то, довольно-таки. И отношения хорошие. Покормили, кормили. Через 800 метров въехать на дорогу с круговым движением. На 300 рублей, поел на 450. Еще страшно. Ну вот, пока я тут вам сказки рассказывал, мы и до Стеллы доехали. Наверное, пост уже транспортный совсем закрыли. С этим ремонтом и все, уже никто не работает. Никто не работает, все закрыто. Поехали! Заедем в кадрухе. Давно не виделись. Классный детская. Большие коллеги о новых тачках. Поедем, заедем, поужинаем, посидим, лясы поточим и завтра уже дальше продолжим. Как бы, по времени-то еще, в принципе, мы и нормально. Не опаздываем. Попробуйте. 9,4,7. Напрягаться особо не надо. Макушинское куличко. Здесь, по идее, надо уходить в Лево. На нас небольшой кружочек, километров, наверное, 40 лишних будет. Да, ну, вступаем в движение. Ну, добро получено начальство туда заехать. Давно я уже не помню, когда я постоянно с контрюхи заезжал. Ну, давно, наверное, больше года так точно мы не виделись. По-моему, с прошлым летом, да, прошлым летом я заезжал, когда это еще в медвежки купались. Да-да-да-да-да-да. Все, когда утонуть в медвежке пытался, а меня, как-то, вода, как в пробку, там, чпок-чпок. Вода же соленая выбрасывала. Интересно. Используйте дорогу съездки. Ну, поедем. Годцы хорошие в людях ездят, всегда приятно. Вагран-переход 67 отсюда, кстати, до границы. Жан-Ажол, Петухова, Жан-Ажол. И Казахстан. Это прямая дорога на Омск, только через КЗ. Когда-то ездили мы напрямую, так вот. Заходили, выходили. За день мы заезжали в Казахстан и выезжали в Казахстан. По-моему, я рассказывал. Ради топлива. В Казахстане заливали полные баки. Ну, что-то, я говорю, я так считал. Экономия была на полторы тонны. Довольно-таки приличная. Но это давно было. Субтитры создавал DimaTorzok. Продолжение следует...